Что такое группа? Это множество, в котором для любых двух элементов есть третий, который называется их произведение. Групповая операция, она бывает разная. Такие аксиомы группы, они были выписаны в тот же раз. Это множество, в котором для любых двух элементов есть произведение, обладающее следующими условиями. Во-первых, существует единица, то есть такой элемент может быть для любого А. А, Е, Е, А – это основная А. Дальше, для любых элементов А, В, С верен закон ассоциативности, то есть А, В, С – это то же самое, что А, С, В, С. И, возможно, деление. То есть для любого А существует такой элемент В, что А за В – это то же самое, что Е. Ну и В, конечно, доказывается, в таком случае. И В, С, А будет то же самое. В общем, вот оно, как все выглядит. Сейчас мы рассмотрим важнейшую, пожалуй, эту самую группу, которая называется группа перестановок на N элементов. Симметрическая группа. Она обладает следующими свойствами. Во-первых, у нее N элементов. Ну, это уж легко. Если у нас написаны числа от одного до N, и мы под ними пишем те же самые числа, только в каком-то другом порядке, ведь чтобы задать N буквы, фактически нужно указать, куда каждый из них перейдет. То здесь у нас N вариантов, любое число от одного дает решение. После этого вариантов уже на 1 меньше, то есть N-1. После этого уже два числа записано, варианты становятся N-2 и так далее. Это один из важнейших комбинаторных фактов, надеюсь, все присутствующие его знают. Перестановок на N элементах ровно N к материалу Штуба. Во-вторых, как эти перестановки мы будем записывать? Один способ, самый понятный, это вот такой, для каждого числа показатель, куда оно перейдет. Но он все-таки немножко громоздкий, потому что нужно написать стрелочные числа, в три строки приходится записывать. Можно при стрелочке пропускать, когда будет в две строки. Можно, конечно, даже не писать верхнюю строчку, потому что и так понятно, что это числа от этого D. Но есть способ более, так сказать, быстрый, способ такой, при помощи цифров. Вот смотрите, я пишу сейчас какую-то перестановку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, например, в девяти. И посмотрю, куда они переходят. Например, единица переходит в тройку, двойка в четверку, тройка в девятку. Числа я сейчас пишу совершенно произвольно. Пятерка в двойку, шестерка в восьмерку, семерка в семерку, восьмерка, что-то еще не было написано. Тройка не была написана. И тройка была, пятерка была, не была. И кто еще? Шестерка не была, да? Шестерка. Замечательно. Так вот, ребята, важно, что здесь написаны те же самые числа, только в любом порядке. Как записать это по циклу? А вот как. Мы берем число один и смотрим, куда оно переходит. Оно переходит в тройку. Тройка переходит в девятку. Девятка переходит в шестерку. Шестерка переходит в восьмерку. Восьмерка куда переходит? В пятерку. Как интересно. Куда переходит пятерка? В двойку. А двойка куда? В четверку. А четверка в единис. Видите, я сначала думал, что цикл будет такой, а не рассчитал. Оказывается, вот такой вот длинный. Замечательно. А куда переходит семерка? Сама. Сама у себя. Замечательно. Вот вам пример перестановки, которая на самом деле состоит из двух циклов. Как ее обычно записывают? Открывающую скобку пишут. После этого пишут так. Один, три, девять, шесть, восемь, пять, два, четыре. Закрывающую скобку пишут. Ну и после этого пишут семь скобочек. А иногда и не пишут, потому что все оно на месте остается, поэтому это не так уж и обязательно указывать. Вот это называется цикл из восьми элементов, а это цикл из семи. Что здесь очень важно? Фактически перестановка отдельно крутит вон эту и вон. И отдельно крутит эту. Соответственно, какая наименьшая степень, когда эта перестановка даст нам тождественную? В какую степень ее надо развести, чтобы все вернулось на свои места? Восьмой, конечно. Восьмой, потому что только когда единица у вас прокрутится на свое место, это нужно восемь раз. Ну и соответственно, в шестнадцатый, в двадцать четырех, в двадцать второй будет единица. Отлично. То есть у каждой перестановки есть наименьшее число, такое, что перестановка в обе степени даст тождественную. Как найти это самое число? Давайте подумать. Скажем, я уже не буду выписывать в таком виде, а я напишу что-нибудь. Один, четыре, два, три, пять, семь, девять и, например, шесть, восемь. Замечательно. Скажите, пожалуйста, в какую степень нужно возвести вот эту перестановку, чтобы получилось, подождите, так? Двенадцать. Двенадцать. Почему? Потому что вот эту, которая вывести в третью, эту во вторую, эту во четвертую, а наименьшее общее кратное число четыре, три и два, это, естественно, число двенадцать. Наименьшее число, которое делается и на четвертую, и на тройку, и на тройку. Замечательно. Теперь, почему же так важны именно вот эти самые перестановки? Ведь, казалось бы, когда мы говорим о группе, у нас довольно абстрактное здесь понятие. Ребята, а вещь очень простая. Оказывается, любая конечная группа, это на самом деле подгруппа в группе перестановок на ее количестве элементов. Так, давайте я это даже спешу на теоремы, потому что она, хотя и очень простая, но она объясняет, почему изучение СН является высшей степенью равным. Итак, значит, если Ж это группа, и при этом, если группа состоит из Н элементов, то Ж естественным образом, вкладывается в СН, где Н, это то самое Н, это количество элементов группы Ж. Ребята, оказывается, что это очень-очень-очень легко понять. Оказывается, что эта теорема на самом деле совершенно чиненна. Объясняем. Давайте посмотрим внимательно, посмотрим внимательно на вот это вот равенство, на ассоциативность. Что здесь написано? Что умножить на АБ, это то же самое, что сначала умножить на А, а потом умножить на Б. Согласна? Согласна. Отлично. А давайте так и сделаем. Давайте, когда у нас есть группа, шутку группа, это некоторые элементы, которые мы умеем перемножать. Правильно? Конечная группа. Несколько точек, при этом для любых двух известно, чему равно их произведение. Замечательно. Когда у нас есть группа, давайте рассмотрим сдвиг, получаемым умножением на один элемент. А именно, давайте буквой Т обозначим следующую операцию. Любую точку Х мы переведем в точку А умножить на Х. Умножить в смысле нашей группы. Тогда, внимание, представьте себе, что у нас есть произведение двух элементов, А и В. Скажите, пожалуйста, куда переводится элемент Х? Пусть папа делей. Но А умножить на Б и В. А, В, на Х. Отлично. Но по ассоциативности, знаете, что это будет такое? Это будет А с Б и Х. А это что такое? Это будет ТАТ от ТБ от Х. Ребята, я только что доказал следующее. Райки. Решусь доказал. Это равенство, это в точности, это в точности просто ассоциативность от Х. Ребята, это ТАТ от ТБ от Х. Это в точности ассоциативности умножения. Согласны? Значит, как только я все элементы группы подвергаю умножению на число А, так я получаю некоторое взаимно однозначное преобразование на том самом множестве. Понятно или непонятно? На множестве элементов этой группы.